Елена Потапова. Необычная история. Жил-был на свете мальчик Коля. Обычный мальчишка, который ходил в детский сад и любил гречневую кашу. Но однажды с этим обыкновенным мальчиком случилась совсем необыкновенная история. В этот день погода стояла чудесная, и Коля решил пойти погулять. Он захватил с собой свою любимую красную машинку и вышел во двор. Тут он увидел Димку, соседского мальчишку, который был шелуном. И Коля совсем не хотелось с ним общаться, но уже развернулся, чтобы уйти незаметно, как вдруг услышал Димке оклик. «Эй, Колька, посмотри, что у меня есть. Тебе понравится». Он подбежал к мальчику и стал вертеть у него прямо перед носом большое увеличительное стекло. Коля ни разу не видел такого большого, огромного увеличительного стекла, и ему очень захотелось с него посмотреть. «Дима, а можно мне в него глянуть?» «Но нет, только если ты мне дашь поиграть твоей красной машине на весь день», ответил тот. Мальчику было очень жаль отдавать свою красную машинку. Это была его любимая игрушка, и он знал, что сосед не умеет обращаться аккуратно с игрушками, боялся, что он сломает ее. Но все же он согласился. Очень хотелось получить увеличительное стекло. Когда обмен состоялся, Коля стал рассматривать все подряд. Корону на деревьях, свои пальцы, расцарапанную коленку, а потом наклонился, чтобы рассмотреть в траве какого-нибудь жучка или муравья. Вдруг мальчик чуть не подскочил от неожиданности. Коля увидел маленького размером своего мизинчик гнома. Да, настоящего гнома. Он подпрыгивал, размахивал красной шапочкой и пытался привлечь Колина внимание изо всех сил. На нем был зеленый костюмчик с башмачками, на которых были блестящие пряжки. Коля пришел в себя и наклонился ниже, чтобы увидеть и услышать гномика. Здравствуй, Коля, запищал гном. Здравствуй. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я все знаю про детей. И здесь я неспроста. Мне очень нужна твоя помощь. И чем же я могу тебе помочь, маленький гномик? Дело в том, что я живу в королевстве добрых дел, ответил он. И когда ребенок делает доброе дело, в нашем королевстве всегда хорошая, ясная погода. И все веселятся. А когда никто ничего не делает хорошего или совершает зло, у нас становится мрачно, идет дождь, и все гномы плачут. Почему-то в последнее время все реже и реже дети совершают хорошие поступки. Я пришел в ваш мир, чтобы найти ребенка, который нам поможет. Конечно, конечно, сказал мальчик. Ему было очень жалко гномов. И я сделаю, что ты попросишь. Ты должен совершить три добрых поступка, сказал гном. Коля взял гномика в руку и помог ему забраться к себе в карман. Сначала он побежал домой к маме. Мама, чем я могу тебе помочь? Мама очень удивилась и обрадовалась Колиному предложению. Она попросила сына вынести мусор, Коля взял ведро и побежал выполнять просьбу. Возле мусорного бака он увидел маленького котенка. Голодного. Тот жалобно мяукал, Коля вынес ему молока и накормил малыша. Потом мальчик вспомнил, что недавно порвал книжку, и его совесть уже целую неделю как мучила. Он взял книгу и склеил ее. Спасибо, Колинка, ты мне очень помог и помог моему народу, сказал гном. Он помахал на прощание Коле рукой и растворился в воздухе. На следующее утро Коля проснулся, потянулся и побежал к маме в комнату. Доброе утро, мамочка. А чем я могу помочь тебе сегодня? Спросил маму, поцеловал маму в щеку. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»